28 сентября вся республика отметит очень молодой, но всеми любимый праздник – День национального костюма. Адыгейский национальный костюм – не просто одежда, это отражение национального характера черкесов, храбрости мужчин, красоты и грациозности женщин. Национальный костюм – это бренд поразительной силы, он не имеет возраста, он древен, как народ его создавший, он молод, как те, кто носит его сегодня. На весь Кавказ прославились адыгские национальные формы одежды, черкесская – мужская форма и сая – женская. Женский костюм адыгов всегда отличался изяществом линий и красотой деталей. В преддверии этого прекрасного праздника преподаватель отделения золотого шитья в детской школе искусств Алла-Кашихабль Анисет Хиштова провела урок, посвященный одному из национальных костюмов адыгов – сае. Анисет Хиштова смогла донести до присутствующих всю значимость женского костюма для адыгской девушки. У нас тема занятий сегодня – это адыгейский национальный костюм, то есть именно женский костюм сае. Ну, я хочу сказать вот что, адыгейский костюм национальный, он подчеркивает грациозность каждой девушки. Он расчислен на то, чтобы любая девушка чувствовала себя в нем красиво, женственно и неповторимо. Из чего состоит у нас костюм? Давайте посмотрим вместе. Это рубашка на теле, кафтанчик обычный, чтобы он был притален, или же четырехклинка или шестиклинка – это юбка, которой прошивается кафтальничка. Каждый костюм у нас рассчитан на то, чтобы он подчеркал грациозность каждой девушки. Мне главный атрибут также является – это у нас нарукавники. Тоже они имеют свою главную роль, когда девушка танцует, то есть в исполнении танца. Что же хочу сказать? Неотемлемую часть, естественно, в детали является – это у нас пояс женский. Как определяли раньше, девушка замужняя или нет? Я вам сейчас расскажу. По поясу. Тонкие пояса надлежали незамужним девушкам. Женщина, если находилась в семейном положении, она носила более тяжелый пояс. Они изготавлялись обычно из золота, из серебра, или же украшались различными драгоценными камнями. Молодые девушки могли себе позволить, что они на цепочке себе добавляли, допустим, к поясу маленькие ножницы. Ну, как бы какой-то там бытовой, может быть, атрибутика они ее использовали. Самое главное место занимала – это у нас девичья шапка. Кстати, вот эта старинная шапочка. В ней выдавали энное колесо летом назад молодую женщину. Это девичья шапочка. По высоте она дает, понимая, что эта девушка незамужняя, то есть высота окошка маленькая. Чем выше окошек и выше шапочка, значит, и женщина была семейной, и у нее было количество детей больше, вы понимаете? Что же касается цветовой гаммы, того материала, из которого делали вот этот сай, я хочу сказать. Обычно использовали парчун, атлас, бархат. Если высокое сословие у девушки было, они предпочитали красного цвета. Это были орки или дворянки. Факот летует более низкого сословия. Девушки могли себе позволить в платье более темных тонов. Синий, черный, коричневый. Далее, вот эта самая главная еще ценностность была на груднике. Тогда она изготовлялась в старинные времена из золота или из серебра. Но потихоньку, когда золотой шитью стало входить более массово так, и не каждый из представителей, допустим, более мелкого сословия позволит себе на груднике из золота или из серебра, они что, заменяли данный атрибут на вышивку. Вообще, вышивки учили девочек с раннего возраста, с пяти лет ориентирующих. Ну, и каждая девушка, когда она уже достигала замужнего возраста, естественно, она совершила готовое платье, в котором она могла выходить замуж. Что же касается орнаментов, они были всегда или же массивные, то есть дорого смотрящие, или же изящные. Основа у нас орнамента всегда была зооморфной, то есть пробно-рогатый склад, когда вы вспоминаете, ребята, девочки, или же растительные, то есть они напоминают окружающий мир. И вот вдохновение, когда девочки вышивали, когда они брали орнамент и хотели вышить, допустим, на этом платье, они могли просто посмотреть по сторонам и прийти к выводу, что вот этот именно орнамент или этот лепесточек будет смотреться здесь. Естественно, здесь на женском костюме видно вкус, сочетание всех орнаментов, подход сам к каждой вышивальщице, который создавал этот костюм. И повторим мы этот орнамент. У каждой девушки они были, естественно, свои, да? Далее, что же касается, как часто они носили данный костюм. Носили в основном на праздники, на торжества, на свадьбу. Естественно, как вы думаете, с таким нарукавником сложно выполнять хозяйственную работу, ребята? И поэтому они использовали, видите, здесь зауженный рукав. Они были более простые, когда носили такой костюм, обычный в быту. И они подбирали таких цветов, которые были не так сильно ярко выражены, более удобны в ношении. Точно так же они носили обувь. Она была очень удобная, она была сделана из кожи. Их можно даже обозвать как черевички. Даже на этой обуви девочки-мастерицы умудряют сделать вышивку, чтобы показать свое мастерство. Ну, я считаю, что современный костюм ничем не уступает более старому, который раньше были. И вы вот в этих книгах их видите, посмотрите, какие они интересные. К сожалению, жизнь такой одежды не дала лично. Она просто была часто носима и изнашивалась. Поэтому они восстанавливали или же передавали из поколения в поколение вот эти красивые, бесподобные платья своим наследникам и так далее. Я хочу сказать, сам полностью весь костюм был сформирован где-то ориентировочно в XIX веке. Но начало было заложено в VI веке. То есть какие-то элементы. А полностью сам костюм был создан в XIX веке. И вот представьте, какое время прошло, как таково оно особо себя не меняет, но в то же время грациозность, естественно, оно показывает. Да, сейчас в современной жизни мы буднично это платье не носим, но элементы вышивки золотого шитя мы можем носить в современной платье, естественно. Многие, если вы замечаете, носят элементы на груднях, а на платьях. Во время своего рассказа преподаватель также упомянула и элементы мужского костюма. Кстати, точно так же мужской костюм был. Вот он у нас идет. Смотрите, что мы видели. Вот только мне попался. Бурка. Деталь тоже украшается, вышивается золотыми нитками. Как таково она не оформлена. Это и палатка, это и одеяло, и все, что хотите в одном варианте. Бурка, башютки, обувь тоже украшалась. С 1997 года Анисет является педагогом в детской школе искусств. Несомненно то, что за это время она с каждым годом узнавала больше о своей работе и без особых усилий может преподнести нужную информацию в простой и доступной форме, которая заинтересует учащихся. В комнате у девушки занималось самое главное место. Она всегда сидела на кровати, на всех огромных подушках пуховых. Она занимала главное место в жизни у девушки, чтобы видно было, что она мастерица первая создала. Именно из деталей эта шапочка была. Переворачивайте, смотрите. Это акулыши, когда все видно, вот видите, высота у них всех разная. Обязательно посмотрите вверх и сама планочка. Они всегда орнаментально сочетаются. Видите, нагрудники, я вам говорила, они были из золота или серебря, украшались драгоценностями, драгоценными камнями. Вот это какой у нас будет пояс? Как вы думаете? Замужник. Замужник, значит, женский пояс идет, да? А вот это девичный. Он более узкий, он изящнее смотрится, более проще. Это подвесочки, которые идут, вешаются на шапочку. Тоже девочки любили украшать, вешать. Это все чекалка, этим занимались у нас мужчины, мужская работа. Обувь делали у нас мужчины. А женщины у нас делали, вышивкой занимались, велиходя из сына. Вот о чем я говорила, растительный идет замор, тоже будет растительный орнамент. И на руках руки формы бывают разные. Я думаю, что в будущем каждый из вас выпадет случай одеть хоть раз этот костюм. Выглядит бесподобно свой самый счастливый день, который будет у вас впереди. Присутствующие с большим интересом слушали своего преподавателя. И правильно отвечали на все задаваемые вопросы. Этот урок, посвященный национальному женскому костюму адыгов, я уверена, станет для них одним из любимых и запоминающихся. Я считаю, что проведение подобных познавательных уроков, касающихся нашей культуры, должны быть приоритетными для всех общеобразовательных учреждений, ведь они будут напоминать подрастающему поколению историю и значимость своего народа. Пусть этот праздник красоты и благородства адыгской культуры станет не только шагом к ее сохранению, но и укрепит межнациональный мир и искреннее взаимоуважение народов, дружно проживающих в республике Адыгея. Натусик Чмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабльского района.